Привет, друзья! Привет! А мы сегодня будем делать тай-дай майки к школе! Да, с сердечками. Соня с сердечками, Лиза с цветочками, ну или как там, с пятнышками, а Коля и Никита в полосочку, полосатые. Кстати, Коля еще кепку захотел покрасить, держи. А как красить кепки? Не знаю, как-то покрасит. Вот, майки разбирайте. Давайте сердечко нашим, это самое интересное. Да, желтенькие. А, кстати, мы не сказали, что цвета мы не вытягиваем, все какие кто хочет, тот и берет. Да. Сонечка, ты будешь какие цвета на сердечко и на все остальное? Желтый, голубой и зеленый. Да. Это что-то типа, что в челлендже у тебя было, да? Угу. То же самое. Нет, только у нее был темно-синий. Ладно, приступаем. Давай. Спереди сворачиваем пополам и рисуем полсердечка где-нибудь. Давай. Ты где будешь, сверху или пониже? Вот здесь. Прямо смотри. А, окей, рисуй. Так, начнем. Мне нравится желтый. Так. Бап. Мне тебе помогать или ты будешь? Помогите, пожалуйста. Нужно вот по этой линии нам собрать ткань и потом зажать резиночкой. Давайте я буду. Я это пока не понимаю, как это сделать. Вот так. Операция к операции. Это очень сложно. Операция тай-дай. Операция тай-дай. Главное, чтобы потом это все еще осталось в том же виде. Да. Так, ресничка. Так. Так, так, так. Будем надеяться, что у нас что-то из этого выйдет. Да. Мы это делаем впервые. Вот этот вот смертельный номер. Вот. У нас получилось. Я надеюсь. Самое главное сделали. Теперь нужно еще два цвета. У Сони получилась вот такая вот колбаска для трех цветов. А, ну, свинь, чтобы побольше цвета другой был. Я думаю, что будет красиво, если, конечно, сердечко у нас получится. Дорогие зрители, если вы думаете, что у нас получится сердечко, то поставьте. Хотя я сама не уверена еще, получится у нас или нет. Следующий предлагаю сделать у Лизы цветочки. Лизочка, ты какие цвета хочешь использовать? Давай красный, светло-розовый и голубый. Окей, голубой популярен у нас, да? Примерно вот такое что-то должно получиться. Это детская, совсем бебечная бадди. Лиз, где будем делать пятнышки? Показывай. И вот тут поменьше. Тут большое, тут маленькое. Ага, вот тут и вот тут. Короче, нам нужно сделать вот такие вот тоже две сосисечки рога. И затянуть резиночками, да? Понятно. Получилось два рога. И теперь нам нужно это будет все еще сделать вот так. И вот так резиночки. У Лизы получился вот такой заяц. Краситься будет вот это разными цветами, а вот это все одно будет. Да, одним цветом. Ну что, теперь пришла очередь мальчишек? Да. Никита, вот такой способ себе выбрал вертикальных полосок, а Коля горизонтальной полоски, правильно? Да. Так, вы с цветами определились? Никита, какие будешь цвета выбирать? Оранжевый и зеленый. О, это будет красиво. Это будет красиво. Оранжевый с зеленым я люблю сочетание. Коля, а ты что будешь? Какие цвета? Вот этот цвет. Желтый, синий, зеленый и оранжевый. Коля, там пока что у нас цвета зеленый. Так, теперь нужно сложить Коля вот так майку, вот так. А Никите наоборот надо сложить майку. Пополам вот так. Да. Никита будет вот так сжимать, а Коля будет вот так сжимать. Теперь нужно сделать ровные складки, ровную гармошечку, и сжать, и завязать. Резинки завязываться будут между цветами, запомните. Так что вот здесь будут завязки, и оно будет вот так. Давай с Никитиной начнем. У него посередине будет один цвет, поэтому вот тут вот по краям надо сделать два зажима. Вот тут и вот тут. И вот это будет средняя часть, и еще вот тут можно будет сжать. И, короче, будет тогда, получается, много цветов у тебя, да? У него будет три цвета. Но их можно распределить. Давай посмотрим, как здесь. Здесь сжималось раз, два, три, четыре. Все правильно, да. Так, Никитина конфетка готова, теперь Колина осталась. Вот так. И зажал, и одеваешь резинку, и все. Колина гусеница готова. Подожди. Короче, получается, что раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь по ложку, Коли будет. Перчаточки одеваем. Но в прошлый раз нас перчатки не спасли, мы все равно были по уши. Тай-дай. У меня тай-дай шерты. Соня специально надела свои шерты. Я хочу купать тай-дай. Кто с какого цвета начинает? Я голубой. Соня желтая начинает. Коля голубой. Лиза, ты с какого начинаешь? Какие у тебя будут кончики, ты определилась? Желтые я хотела. Желтые? Ну, сейчас Соня первую сделала. Может, оранжевые? Ну, подожди, сейчас Соня сделает. Ну, давай я сначала вот эти покрашу. Давай, так тоже можно. Они будут за белый цвет. Красный? Красный. Никит, ты с чего начинаешь? Я начинаю с оранжевого. С оранжевого? Да. Я люблю сочетание оранжевое и зеленое, которые... Ой, уже покрасила. Уже покрасила. Лиза делает какую-то кровавую майку. Простреленную. Роза как будто почти. Это кожа цвета, как и матер. Так, у Коли вот этот красивый голубой. Мне больше всего здесь нравится голубой цвет. У Коли прям ювелирная работа. Он со знанием дела все делает. Такой серьезный. Мам, я это и лезу беру, а это беру розу, а это беру розу. Фабрика по производству тай-дай. Соня, Лиза сказала лужу крови. Про кож. Лизочка, не надо, чтобы не молилось. Ты сейчас все поиспачкаешь. Старайся за резинку не выходить. Там будут края сердечки. Я пытаюсь. Я на полставки подтиранием служу. Подтирателем. Подтирателем в столом. Так, Соня закончила. Оба-на. Лиза, оба-на. Теперь желтый Лизи. Я хочу поменять вот этот цвет на вот этот. Окей, это будет классный переход. Желтый. Да, желтый и синий будет классно. Я вот с ней хочу. Мама, я на кантинку хочу. А, будет темная покроянь, да? Да. Хорошо. У Лизы красота. Правда, немножечко будет с пятнышком, но это как это, нектар, печенки. Я всегда на кантинке сделаю почки в цветочках. Правильно. Соня, что это? Ты что, майку испачкать решила? Соня, что ты делаешь? Мне набрызгать. И потом добить цветок. Слушай, она будет прям у тебя синяя, да? Сначала вот это, потом выручусь вот так. Ужас. Мне сейчас в данный момент Сонину майку жалко. Пока вот это не похоже на покраску. Это похоже на издевательство над майкой. Простите. Миша, это с это, потому что я хочу кули оставить. А, окей, у тебя будет синяя с фиолетовым? Ого, вот это у тебя будет термоядерная майка. Тиросима будет называться. Ого, у меня какие-то непонятные. Поля зеленая полила. Мама, это непонятные цветочки. Тут точки, тут чисто и белые. Дай-ка я у тебя вытру. Посмешивайся все. Ай-яй-яй-яй, Соня. Что теперь делать? Вижу ничего не сделаешь, будет сердечко тоже полосатое. Мы замотали вот эти пленкой кончики, чтобы они не пачкались у девчонок. То, что классно будет, потому что тут под этими будет все белое. Да. Кстати, белые после стирек становятся серыми некрасивыми, поэтому меньше лучше белого оставляйте. Так, Лизка перешла к розовым. Она решила все остальное майку сделать розовое. Класс, вообще этот цвет красивый. Никита, зачем ты следующий делаешь розовое, оранжевое, розовое? Это у тебя какие-то цвета интересные. Ты, как всегда, Никит, потихоньку что-то там сидишь, делаешь, а потом получается шедевр. Голубой? Тебе хватит. Мама, с ником я хорошо сделал зеленый. Да, голубой с зеленым круто будет сочетаться. С ником я хорошо сделал. Да, тщательно. Кстати, эти краски наведенные хранятся только сутки. После этого они мутнеют, становятся такими густыми какими-то и уже не работают. Да, и не к такими-то. Поэтому мы сразу купили к этим краскам еще кучу футболок белых, которые можно будет покрасить в школе. Да, будем их носить. Дети, скажите, вы все будете носить их в школу? Круто будет? Классно, да? У Коли и у Сони будут темные футболки, но не факт. У Лизы будут классные, такая розовая, желтая, девчачья. А у Никиты мне пока непонятно, что он делает. Хочет зеленый дальше. Я полянка. У меня тоже немножко девчачья из фиолетового. Ты считаешь, что фиолетовая девчачья? Мама, я бы эту байку назвала розовая поляна с цветочкой. Что-то я не поняла, что ты спела. Розовая поляна с цветочкой. Перевела, да, с мимимишного маме. Я закончила. Наконец-то. Да. Это ничего. Ничего, ничего. Это отлично. Это отлично. Я хочу, чтобы было слишком девчачьим. Никита, ты что делаешь? Никита, там что-то свое экспериментальное. Тепу, которую невозможно снять. Наверное, все-таки сделал коричневое. Так, это непонятно. Что-то ты с чем-то смешал. Ну ладно, делай. Ты автор своей майки. Сонечкина колбаска готова? Да. Давайте попросим зрителей написать, что они думают вот сейчас у кого самое красивое, пока не видели результата. Я, как девочка, склонна к вот таким цветам. Розовая, желтенькая, красненькая. Как девочка. Мама, девочка. Ты хочешь сказать, что я мальчик? Мама, мальчик. Мама, девочек цвет. Все девочки, которые любят вот такие цвета, срочно заступитесь за Соню. Поставьте лайк Соне. Все вылил. Поставьте лайк, пожалуйста. Я все вылил. Мне слабко. Все, фиолетовую вылил уже? Так, фиолетовая у нас как-то быстро закончилась, да? Ладно. Получилось все вместе грязное. Никита, ты еще красный все не лей. Получится грязный оттень коричневая. Только розовый не лей. Ой, меня тоже покрасили. Покрасили. Ужас. Давайте вытираться. У Коли получилось еще и пятнистое. У него будет полосатое, еще и пятнистое. Так, сюда не клади. Не клади, сейчас сразу завернем. Ну, а потом через день нужно еще выжимать в кране и потом и штирать. Штирать. Никита опустошил просто. Он прям берет и опустошает все пузырьки. Льет, льет. Главное, чтобы здесь делать, руки поймать. Да, и, конечно же, для тебя я буду делать тяжелее. Красивые майки. Я все верю, чтобы мне поставили больше лайков. Тебе, чтобы поставили больше лайков? Да, так ставят уже. И мне подставить. И моему зайчику подставьте лайки. У тебя уже все скачали ушки. Ой. Да. Мама. Ну, Никита. Ой, я не могу, Никита, чудик. Да, я пропитаю ее, что ли, тогда. В этом желтом, зеленом. Давай мы ее вот так вытрем. Никита, ты не пожалел красок на свою майку. А я-то думаю, почему у нас так краски закончились быстро. У нас Никита тайдайщик, главное. Никита. Так, теперь надо будет как-то все это замотать. В прошлом видео тайдай, ни одна краска не сделала бай-бай. Только желтая? Да. Так, засунули все в пластик. Осталась Колина кепка, снимай. У нас осталась маленькая кучечка цветов. Пусть остальные Никита вылил. Теперь надо эту кепку завернуть. Раз и два. Сейчас мы это сделаем. Сделали вот такой вот рог, единорог. И выбирай цвета, крась, как хочешь. Сначала зеленый. Я думаю, что вот это должно быть больше всего, хотя здесь мало. Вот это классный цвет. Сделали вот сюда. Ничего, оно даже лучше так. На, голубой обязательно сделай голубой где-нибудь спереди, чтобы красиво было. И ты ее будешь просто вот так пятнами и все? Она льется у тебя мимо, что ты делаешь? Это нормально? Ну смотри, я везде просто как. Я не смотри, как многое она уже сделала. Ух ты. Класс. Как раз краска. Что видишь, как она пропитается? Да, здесь нужно мало краски, она хорошо пропитывается. Распределяется, вернее. Хорошо. Розовая? Делай розовая. Это сейчас коричневый, не смешивай зеленый, будет коричневый. Ну все уже. Киса играется. Кис, все спрашивают, как ты поживаешь. Кис, иди сюда. Мамины наушники хана сейчас будет. Валяется уже на полу. Киса. Олюська, Олюська моя. Смотрите, какая большая наша Матильда стала. Игрунька. Утро у нас будет 6 часов, чтобы мы с ней играли. Да, кис? Компаньонов себе ищет. Олюська, Олюська, большая стала, большая. Огромная кошка стала. Мам. Что там у тебя? Накапала, фиолетка. Нет, да я не накапала, это смайлик. Смайлик? Да. Какое-то у тебя страшилище смайлик. Ну и что? Мне нравится. Она с ней спит. Она с папой с кисом. Кстати, наша киса ест борщ. И супы, и другие. Да, поставьте ей лайк за это. Американская кошка любит борщ. Американская? Какая же она американская? Ну, какая же она? Русская, что ли? Ее предки жили в Америке, из покон веков. Она сговорит по-русски. Мяу. Мяу. Под деревью стоит полшестого. Мяу. Хочу поиграть, по-русски нам говорит. Хочу поиграть. Какого-то... Коль, ну хватит. Коля, хватит. Мне нравится. Все? Нет, хотя еще... Я даже не комментирую это. Все, что происходит сейчас в данный момент. Коль, Коль, Коль. Потому что это какое-то страшилище случилось. Соня, ты похож на смайлик? Эээ... Мам. Не совсем. Это сделать? Все. И можно выкинуть ее? Если ты так сделаешь, то тогда ее просто выкинуть и все. А мне нравится вот так все поливать. Все, закончили. Заворачиваем ее. Мне нравится. Потому что я ее буду носить. Знаете, мне нравится. Такое лицо не надо делать, мам. Хорошо, что зрители не видят мое лицо. Ну что, мы замуровали наши майки в этот пакет. Краски. Кистом нам все гуляют. Их надо положить минимум на 8 часов. Значит, в следующий день можно. А это у нас будет ночь, поэтому встретимся завтра. Завтра. Ужар. Мне очень интересно, что получилось у Никиты с майкой и у Кули с кепкой. Все остальные, в принципе, понятно. А вот эти два человека в середине любят вытворять. Классно, мы сделали все. Какое-то красиво. Ну что, прошло уже энное количество часов. Уже много-много времени прошло. Мы наши майки постирали, высушили. И готовы вам показать. Да. Дети, ну естественно. Вам понравилось то, что получилось? Да. Очень. Очень красиво. Кстати, эти майки можно уже готовые купить в магазине или онлайн заказать. Но нам больше нравятся самодельные. Мы не ленивые. Да. Наверное, начнем с Никитиной майки. Потому что у него была самая интересная раскраска, на мой взгляд, когда он красил. Он вылил огромное количество красок. Он спит. Давай, ну я последняя буду. Сначала вот так. Помню, Катя, да? Так. Никит, у тебя крутая майка. Когда я смотрю на его краску, то у меня сразу вспоминается психолог, который, глядя на такую майку, спросил бы клиента своего, пациента. Что вы видите, когда смотрите на эти узоры? Да. Позади другой цвет. И еще оно у тебя какая-то тропиканско-грязное, да? Да. Ах, какая красота! Цветочная получилась. Анна, повернись. Получились настоящие цветочки. Ой, тут тоже есть. Да, и тут тоже. Но спереди более яркие. Анна, откуда тут третья? Как третья? Они с двух сторон. У тебя еще сверху там и четвертая есть. Тут? Да. Так, там какая-то этикетка еще торчит. Надо будет отрезать. Лейбл какой-то. Классная майка, да? Стоящая девчачья. Крутая. В школу будет отлично носить. Кстати, тогда и майки вот эти, они не носятся в обтяжку, коротенькие. Они носятся просторные и длинные. Какое сердечко сияющее. Класс вообще, супер. Жабы. А ну-ка повернись. И сзади такое же. Да слушай, ну сердечко получилось вроде, да? Круто. Я думала, у нас не получится. Я специально так сделала, чтобы облучики были. Слушай, классно, мне нравится. Будешь такую в школу носить? Да. Ты будешь самая модная. Так. Слушай, Коль, крутая майка. Мне нравится. Суперская. Ну-ка повернись задом. Не, нормальная, нормальная. Ты тоже не маленький. Классная вообще. Супер, мне нравится. И вообще белого практически цвета нет. Я думала, что кепка будет жуткая. Но в сочетании с майкой очень даже неплохо. Повернись боком. Такая прикольная. Ну-ка еще. Повернись. Ну, такая довольно-таки необычная. Дай-ка гляну, какая она сверху у тебя. А, зеленая, да? Ну. Когда мы закончили с нашими майками, у нас осталось много краски. И были еще беленькие футболочки. И Лиза с Соней себе сделали еще по одной. Сейчас они вам их покажут. Давай. Так, у Сони сердце зеленое. Кстати, майка получилась классной. Санька, повернись сзади. Сзади более бледное сердце. И майка стала чуть-чуть розовой от этих красок. Белая часть. Но ничего, я думаю, что она со временем отстирается. Лиза тоже сделала сердечко себе. Так, эта майка чуть побольше. Это Сонина была белая. Но ничего, может быть, дома будет носить. Посмотрим. Как вам такая майка? О, на клубнику похоже. На разрезанную клубнику. Это у нас не был челлендж. Это не было соревнование. Мы делали просто то, что хотели. Но зрители все равно попросим, чтобы они написали, чья майка красивее. Какие майки больше им понравились. И если вам понравились наши майки, то... Поставьте лайки! А если вам понравилось наше видео, то... Поставьте лайки! И если вам не понравилось наше видео, то... Поставьте лайки! Дорогие зрители, на этом все. Спасибо, что вы все это время были с нами. До свидания!